Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница, поэтому мы подводим. Вполне логично. Итоги недели на российском фондовом рынке. Ну и, естественно, не упустим. И остальные финансовые площадки. Сегодня в гостях люди, с которыми приятно проводить итоги, потому что они все знают о том, что происходило на финансовых рынках. Это Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank. Добрый вечер. Добрый вечер. И это Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома открытия. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, извините, мы в этом году первый раз с вами в студии, поэтому я должен задать вопрос, как, собственно, праздники, как настроение, как жизнь. Замечательно. Без злоупотребления. Вот это главное, это главное. Ты на лыжах катался. Я тоже не жалуюсь. Жаловаться грешно в такой ситуации. Ну, это нормально. Итак, уважаемые слушатели, для вас напоминание. Принимайте участие в нашей беседе, делитесь собственными наблюдениями, подводите собственные итоги, что тоже вполне резонно. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495, еще раз, 6510-99-6. И сайт компании финанс.фм. Пишите письма, пишите письма. 18.04 в Москве, картина маслом традиционно на это время, что происходит на основных финансовых рынках. Начинаем с самого основного, так уж сложилось, американцы присоединяются к нам чуть позже. Поэтому российский фондовый рынок сегодня, нет, сегодня он, смотрим, бодрячком, бодрячком. В течение дня как-то он туда-сюда все плавал. Кстати, мы потом, наверное, об этом обязательно поговорим. Индекс РТС, я вот вчера смотрел, позавчера, и сегодняшняя свечка, она похожа. После гэпа вот этого новогоднего, и там четыре сейчас, получается, четыре таких журавлика рисуются. Четыре, практически, четыре, дайте мне. Они от нас летят или к нам? Не знаю, не знаю. Они уперлись, да, в 1570, и вот они, четыре журавлика, четыре доджика таких. Так забавно глядеть на это, я просто плачу. Но, тем не менее, слезы мои не высыхают, потому что сегодня примерно то же самое, что и раньше. РТС прибавляет чуть больше процента, 1574 текущая котировка, ММВБ выглядит несколько лучше, 0,03%, и, собственно, отбился он от 1500, 1511 его текущая котировка. Сегодня, я так понимаю, японцы, да, отличились больше всего в этом случае. Никей прибавил почти полтора процента, ну, повод у него тоже был. Китайцы тоже отличились. Китайцы тоже отличились, да, правда, в другую сторону. Ну, и посмотрим, что скажет нам господин, господин, как он называется-то? Я про американцев. Будущее, господин будущий. Господин будущий, да. Что скажет он через полчаса, по крайней мере, вчера, да, СИПИ, сильное закрытие, и практически, да, прошлогодний ХАИ, он уже стоит там на верхушке. На верхушке стоит. Что будет делать дальше, посмотрим. Значит, также взглянем сейчас на сырьевые рынки и Форекс. Форекс просто молодца. Ну, прежде всего, бренд марки, нефть марки бренд сегодня корректируется. На этот момент теряет больше процента. 109, да, ниже 110, упал уже этот сорт нефти. 109 за бочку. Золото продолжает, видимо, каким-то образом будоражить умы инвесторов. Их ожидания инфляционные или какие-то другие. Но, тем не менее, 1673 доллара за унцию, вот в моменте наблюдаю я. И евро-доллар уверенно скакнул буквально перед вашим приходом. Я даже связываю в какой-то степени это с вашим приходом. Уверенно скакнул выше 1,33. 1,3340 текущая котировка, полпроцента он, да. Вчера ударили 32,50 и вроде бы встали на полку. А вот видите, сейчас что-то такое произошло. И он радостно поскакал вниз. Ну, чего, флаг в руки, что называется. Ничего плохого в этом я не вижу. И основной набор голубых фишек сегодня лидером, видимо, да. Будет у нас банк ВТБ. Почти 5% у него. Аэрофлот почти 2%. Сбербанк скромнее. Чуть больше 1%. Этоирус Гидры сегодня также выделяется. Положительную сторону 1,2%. Остальные скромненько и разно направленно. Ну, что ж, друзья мои, давайте начнем. Ну, откуда лучше? С финансовых итогов недели, тем не менее? Или, может быть, поговорим о новом министре финансов Соединенных Штатов? Нет, ну, надо сначала про неделю. Давай про неделю, Леша, все. Неделя подходит к концу. То есть, когда начали торговаться наши замечательные многострадальные российские фондовые активы? Они начали торговаться 2 января в Лондоне, да, депозитарные расписки. И за две торговые сессии, 2 и 3 января, показали достаточно выдающуюся динамику, да. То есть, 3 числа доходил в ЭДРах Сбербанк до 100 рублей. Норильский никель там доходил почти до 6 тысяч. Роснефть летала там чуть ли не на 280 рублей. И в процентном отношении, если не ошибаюсь, ну, и НЛМК тоже хорошо выросла. Но Росгидра предложила всех, нам стреляла на плюс 10%. Не все бумаги вот на споте, то, что у нас торгуется сейчас, на спот-рынке, не все пока показали это значение, да, пока мы не видим 100 рублей по Сбербанку. Газпром дополз многострадальный, там, доползал до 149, пока тоже никак не может преодолеть. Это значение тоже было в ЭДРах показано. И Росгидра, конечно, гораздо скромнее, чем в ЭДРах. Но с чем это можно связать? Не столь ликвидный, конечно, этот актив в депозитарных расписках. И, может быть, были какие-то короткие позиции. Я не знаю, так сказать. Ну, может быть, были, потому что бумага, в принципе, падает давно, да, там, замучили ее доп. эмиссиями. Наверное, были какие-то короткие позиции, которые уже и прибыльные, и, наверное, пора их и закрывать. Может быть, из-за этого... Учитывая низкую ликвидность, соответственно, это могло динамиковать. Да, теперь открылся, когда наш замечательный споттер Иннек 8-го числа, в принципе, ну, как бы никакой особо фантастики. Реально, вот то, о чем вы говорили в самом начале, то есть, что мы видим на графике ММВБ, да, то есть, мы видим такую вот почти трехпроцентную белую свечку, и сейчас вот, как бы, такие маленькие, вот там, вверх-вниз. На самом деле, такая картина была, если мы посмотрим в январе прошлого года, так и было. То есть, такими свечами, там, плюс 3% вверх, и потом 4-4-5 свечек даже чуть-чуть вниз. И все это в рамках плавно такого повышательного канала, да, то есть, посмотрим, как бы, то есть, тут движение только начинается, и будет, не будет, сильно, как бы, усилиться тренд, то есть, многие уже говорят о том, что рост идет с 1360 по ММВБ с прошлого года, как бы, да, но во временных рамках это небольшой отрезок, поэтому движение может продолжиться, деньги для этого есть. Господин Драги вчера тоже, так сказать, всячески всех там успокоил. Пообещал всем. Да, да. Я думаю, что то, о чем говорят аналитики, и то, о чем говорили еще в прошлом году, что первый квартал в целом, конечно, для активов и для российских, ну, в частности, для акций, может быть, кварталом роста. Но понятно, да, что какие-то бумаги, и вот мы видим, например, даже вот этой короткой торговой недели, будут лучше, такие, как Норникель, да, они могут опережать рынок, в какой-то момент там стреляет Акрон, Аэрофлот и так далее. Вот, а индекс может, как бы, особо ничего выдающегося не показать, то есть, не факт, что за первый квартал индекс МВБ, да, заработает, например, 30%, ну, там, может быть, процентов 10-12, но при этом отдельные бумаги в 2-3 раза запросто могут превзойти. Поэтому не забываем о фиксации прибыли по этим бумагам, когда, если они хорошо, уже отработали. Леша? Ну, что, в общем-то, добавить мне, наверное, особо нечего по... Ну, обычно говорят, я согласен с предыдущим оратором. Да, вот еще, да, сори, сори, по поводу ОВД Рах рассказывал, рассказывал, наверное, будет интересно слушателям, что и не только 2-3 числа кто, так сказать, пользовался наибольшим спросом. И, в принципе, это и подтвердилось Сбербанк, Норильский Никель. То есть, понятно, там неликвидный Росгидро, как бы, НЛМК, который изменен, но, в принципе, у Сбербанка Норильский Никель из ликвидных бумаг, и это мы увидели и 8-го числа уже, да, когда открылся наш споттер рынок, они пользовались хорошим спросом, Роснефть наоборот, по Роснефти наоборот, пошла у нас фиксация. То есть, не подтвердилась тенденция ДРСК. Я понял, да. Хорошо. Ну, в любом случае, да, с твоей точки зрения, несмотря на короткую неделю, ну, о споте все-таки говорим больше, да, несмотря на короткую неделю, некие позитивные... Пока некий позитивный, вот небольшой приток, 56 миллионов долларов, сегодня уже опубликовали на Блумберге, приток фонда, это, конечно, очень мало, но, с другой стороны, правильно подмечают, как бы, опытные участники рынка, говорят, что наибольший приток будет наблюдаться, когда будет локальный хай. То есть, когда вот большой приток, когда, как в том году, за первый квартал уже набралось почти, там, миллиард долларов, все, уже рынок начинает разворачиваться, значит, можно уже фиксироваться. Пока сейчас притока большого нет, значит, есть куда расти. То есть, тут, как говорится, нет худа без добра в этом отношении. При этом, время, да, когда мы на нашем российском рынке, о нашем российском рынке говорим, мы все время, ну, или очень часто именно эту присказку озвучиваем. Нет худа без добра. Худо все есть, добра пока не видно. Кстати, я сегодня где-то прочитал, что такие, ну, видно, супероптимисты, по-моему, на конец первого квартала или, там, начало второго видят две тысячи по РТС. Нет, понимаете, можно, все это как бы на графиках, вот, просто у нас нет такой возможности, да, если бы у нас была телевизионная студия, мы бы сейчас тут быстренько построили эту указочку, тут сделали определенную экстраполяцию, показали бы уровни, да, возможно, там, как всегда, три сценария, да, там, консервативный, там, средний, как аналитики любят, и наилучший, best, вот такой вот. Фишка в том, что я не думаю, что год будет прям таким радужным, да, хотя вот навес, как бы, из денег с прошлого года идет, когда вот все, что напечатано, да, и будет рост, скорее всего, но наша задача все равно будет как-то подсказывать и помогать инвесторам ориентироваться на те бумаги, которые будут лучше рынка и вовремя зафиксировать, то есть какой-то халявы такой прямо, что, как бы, фронтальный рост, ну, если будет, хорошо, увидим, как бы, да, но надо все-таки осторожность соблюдать. То есть я правильно тебя понимаю, что, опять-таки, этот год, это все-таки, год идей каких-то отдельных, да, это... Отдельно, да, потому что мы же ведь все вот эти дырки, они заштопаны, как бы, да, и будут опять и в еврозоне какая-то лихорадка, сейчас штаты будут опять повышать потолок, как они будут долго-недолго это обсуждать. Хорошо, если быстренько все оперативно сделают. Ну, это не в их, да, не в их манере, чтобы быстренько, надо же разыграть. То есть найдутся какие-то шпильки, которые вставят в рынок, традиционно, там, и майская, может быть, фиксация с этой замечательной американской поговоркой «Селлен Мэй». А в прошлом году, с 10 апреля, между прочим, такие начались уже серьезные позывы к падению на индексе, хочу напомнить. То есть там был первый сигнал, он оказался ложный вниз, и потом где-то с третьего захода из восходящего канала индексом МВБ отправили хорошенько вниз. Поэтому не будем забывать об этом. Ну, тем не менее, да, вот, несмотря на, мы сейчас об этом более детально поговорим, несмотря на некие важные события, в частности, в первом квартале, все-таки ты на него смотришь так позитивно. Ну, а upside, upside пока по бумагам есть, да, есть определенный набор бумаг, где есть, так сказать, потенциал для роста, есть потенциально хотя бы более-менее какие-то дивидендные истории. То есть возможность заработать есть, будем пытаться, как бы, эту возможность реализовать. Да, кстати, о дивидендных историях наверняка мы сегодня еще поговорим, потому что сегодня в очередной раз, да, публиковалась история, связанная с Магнитом. Вот, все у него хорошо, и дай бог ему и дольше так себя чувствовать. Да, ну и помимо этого еще есть какие-то интересные идеи. В общем, есть о чем поговорить. Значит, уважаемые слушатели, мы сейчас идем и слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток. Я Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank. И Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома открытия. Мы сегодня в пятницу подводим итоги торговой недели, короткой торговой недели. Но если брать, опять, да, рынок спотовой Российской Федерации. И не такой короткой, если брать рынки в целом. Потому что динамика очевидна, динамика показана. Правда, пока непонятно, что будет дальше. Леша, расскажи, пожалуйста, вот ты как бы, как аналитик, да, ты проснулся, я уж не спрашиваю во сколько и когда, ты проснулся в новом 2013 году. Как ты почувствовал, да, вот это некая новая парадигма, связанная с тем, что Фискал Клифф отложили там, да, ну и так далее. Нет, на самом деле для меня приятным сюрпризом было вот как раз решение по Фискал Клиффу. Честно говоря, я не ждал, что они договорятся хотя бы до чего-то. Понятно, что там решение половинчатое, там, да, можно там дискутировать, так сказать. Вот, но, в общем-то, мое ожидание, ну, как мне кажется, ожидание там консенсуса, то есть он, в общем-то, был скорее за то, что, в общем-то, там, цирк, шоу продолжится. Ну, кстати, вот мы сейчас упомянули, да, потолок госдолга там в феврале придется поднимать. Вот, вот, вот. Быстро ведь это тоже вряд ли, да, не в манере американцев. Все же, как бы, я думаю, хорошо помнят август 11-го года и весь этот цирк, который устроили, в общем-то, демократы с республиканцами на ровном месте, да, в общем-то, когда всем, в принципе, было понятно, что другого решения нет. Ну, как бы, своими руками, так сказать, сгонять мировую экономику, я даже не знаю во что, как бы, да, чем грозит там миру дефолт Америки, то есть можно назвать все, что угодно, вы будете правы и не назовете всего. То есть, ну, и понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, да, то есть понятно было, что вопрос разрешится там, но вот это все, значит, такой триллер там лучших голливудских традиций. Так, наверное, было ни к чему, и, собственно говоря, американцы именно за это поплатили снижением рейтинга, а не за то, что не подняли там в 35-й раз потолок госдолга. Они еще, может быть, в 35-й раз поднимут проблему, собственно говоря, не в этом. Собственно, и вот понятно, что, имея такую историю перед глазами, были серьезные опасения, что и вот, ну, собственно говоря, фискал клифф, да, это там некий тоже потолок госдолга, ну, потому что это, в общем-то, а-ля неразрешимые противоречия между республиканцами и демократами, которые, в общем-то, там, одни за одно, другие за другое. В общем-то, естественно, за противоположное. Переговоры постоянно в тупике, и, как бы, никто не готов к компромиссу. Тем не менее, как показал, практика все-таки не могут, если постараются. Поэтому вот этот момент, он меня в основном поселяет, как раз, оптимизм. И понятно, что где-то, наверное, в феврале уже должны начаться активные переговоры и по потолку госдолга, собственно говоря, я думаю, что в какой-то момент эти даже две вещи могут быть увязаны между собой. То есть, как там, меры по поднятию госдолга, так и... Ну, вполне логично, да. Меры, там, по остаточному, да, там, сокращению госрасходов, вот. Ну, пока вот все-таки, я думаю, что шанс договориться вот после этой новогодней истории, да, они стали существенно выше. По крайней мере, мы поняли, что, в общем-то, люди там хотя бы частично вменяемые, и это, наверное, неплохо, а для рынков это замечательно. Ну, собственно говоря, вот, на мой взгляд, это и есть основная причина всех тех, в общем-то, неплохих событий, да, того, что мы увидели в начале этого года, о чем вот Алексей говорил. Ну, кстати, это может означать, что, ну, опять-таки, давайте берем там первый-второй квартал, что мы увидим устойчивый, ну, или какой-то не очень устойчивый рост все же. Потому что, ну, и для вас это не секрет наверняка, да, разговоры о назревшей коррекции, которые мы слышали еще летом и осенью прошлого года, да, в Штатах, безусловно, ну, и во всех остальных, как потом. Сейчас они опять выходят, да, так сказать, в обсуждении. Я думаю, как может быть, если удастся быстро урегулировать вопрос в Штатах в конце, там, февраля, в течение февраля-марта по поводу потолка госдолга, да, то мы действительно можем получить хороший, либо весь первый квартал, либо, ну, да, да, будем говорить про первый квартал. Что касается того, что S&P там на хаях, конечно, коррекция когда-то будет, да, но, может быть, очень такая интересная ситуация, она будет через обновление хая в S&P. Да, вот хая обновят, бумаги затащат, потом будет коррекция, такое мы тоже не раз видели. И первые полгода, например, S&P потратит на обновление максимума, затем будет коррекция, ну, или как-то вот так. То есть в течение года увидим там, наверное, может быть, какой-то трендовый рост и можем, так сказать, какой-то негативный волатильный, запросто совершенно. Я понял. Давайте вопросик у нас есть от нашего постоянного слушателя. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Как раз сняли вопрос с языка по поводу S&P, да, то, что он уже... Я уже к 1500 подобрался, но, в принципе, услышал ответ, да, что, может быть, затащат действительно отсюда уже, наверное, коррекция. А у меня вопрос такой вот, и разуверьте меня, вот такое ощущение, что нефть уже, ну, по-моему, как говорится, парадигма такая случилась, что нефть уже ниже, по-моему, этих цифр не будет, ну, там, ста за баррель уже, можно даже не ждать, не ждать ни при каких там сценариях, а и того больше, что если сейчас с Ираном что-то начнется, то и вообще будет, наверное, расти. Откуда убеждение такое у вас, Владимир? Ну, не знаю, но на нее ничего не влияет последний вот год, наверное, да, что она там, она меньше стата и не ходила, там, где-то бренды, я имею в виду. Вот, и в связи с этим вопрос, что ж тогда с рублем будет, да, понятно, что сейчас рубль там сильно, ну, в смысле, он и не падает, потому что нефть стоит нормально, да. Что с рублем будет, если нефть будет расти, докуда он может дойти-то, там, вот я вчера спрашивал, да, там, ну, да, ну, да. Ну, и все равно он так, в принципе, укрепляется. Но сегодня вот слухи были, что ЦБ уже вроде как доллары начинает чуть-чуть подкупать. Ну, вот такие два вопроса, про нефть, про рубль. Понятно. Спасибо, Владимир, понятно. Давайте про нефть сначала, вот, действительно, можно сказать, что... Про нефть, да, вот, была фраза у радиослушателя, что завес в прошлый год ничего не происходило. Хочу напомнить, какой был большой спекулятивный заливай, особенно в американском сорте, когда сказали, что распечатают хранилище. Да, он был краткосрочный, да, восстановился, но очень хорошо стряхнули. Но куда, в 90, да, там, 90? Да, да, было серьезное падение. Плюс еще какие фокусы могут быть? Повышение залогов, да, чтобы спекулянтов высадить. Это мы тоже видели в течение последних двух лет. То есть какие-то вот такие неприятные спекулятивные моменты, они, да, к рынку там, может быть, не имеют прямого отношения, но тем не менее. К рынку нефти ты имеешь? Да, пытаться высадить из позиции могут. Ну, я как бы сам, у меня нет длинной позиции по нефтяным контрактам, но я согласен с тем, что, как бы, фьючерсы нефтяные, они не в полной мере отражают спрос и предложения, да. То есть там просто реально сидят много спекулянтов банальных, которые пытаются так же зарабатывать. Так же, как и в золоте, кстати. И с этим придется мириться, да, когда мы, как бы, делаем свой анализ и пытаемся как-то спрогнозировать, мы как-то вот эту вот дельту, как вот навес как-то надо держать в голове. Ну, то есть я правильно понимаю, вот Владимир спрашивал так же, что привычные нам корреляции, да. Падение, падение может быть, они могут быть нелогичными, да, резкими, необусловленными общей тенденцией. Значит, такое может быть. А последние несколько дней я постоянно слышу о том, что Штаты будут, Штаты, по-моему, Канада будут пытаться наращивать добычу нефти. То же самое будет делать и Россия. И все это может привести к снижению цен, да. То есть об этом вот идут разговоры. Вот первая, как бы, у нас деловая неделя и уже много, так сказать, рассуждений, разговоров, аналитиков я уже слышал. Так, значит, что касается доллара, что касается курса, да, что рубля. На технические, в принципе, технические движения, да, при высокой нефти доллар, рубль должен укрепляться где-то в сторону, там, 28-29. Это ни для кого не секрет. Посмотрите, какие значения были там до кризиса, да, до восьмого года. То есть когда все хорошо, у нас рубль крепкий. Ну и инфляции, в общем-то, практически никакой не было. Но, но, с другой стороны, то, о чем было сказано, что ЦБ начал подкупать, у нас страна экспортеров. И, как бы, что перевесит, да, как бы, объективные факторы, либо желание поддержать экспортеров, ну, как можно прогнозировать. Я вот специально готовясь к передаче, да, я вот конкретно совершенно прочитал два сценария. Значит, один сценарий есть, это поддержка экспортеров до конца года и 34 рубля за доллар, да, к концу года. А другой сценарий об укреплении. То есть просто закономерно высокая нефть приведет к укреплению. А там цифры никакой нет в этом сценарии? Ну, там как раз вот где-то вот к 29. То есть плюс еще, если будет реализация корритрейда, да, например, если пойдет приток валюты, понятно, что доллар будут продавать. То есть посмотрим, просто еще первая неделя прошла, укрепление, скажем, в последнюю неделю прошлого года мы связывали, наши аналитики связывали с чисто спекулятивными продажами, да. То есть люди заняли длинную позицию, заняли ее не совсем удачно и избавлялись, избавлялись. То есть кэш свой держали в долларах и понадобились рубли к концу года и вынуждены были вылезать из позиции. И сейчас вот в новом году посмотрим, то есть будет тенденция к укреплению, не будет. Есть мнение, что ниже 30 не пойдет. У нас будет время все это увидеть и посмотреть. Леш, что ты про рублю думаешь? Ну, давайте чуть-чуть про нефть, да, пару слов буквально. То есть, по сути говоря, понятно, что по нефти, как в общем-то, и по другим товарам сырьевым, да, основным, там, потому что золото уже давно там сформировано, там, колоссальный рынок финансовых инструментов, там, фьючерсов и так далее. Ты имеешь в виду, что это инструменты, которые отличны от того, что мы называем нефтью, золотом? Понимаете, изначально эти инструменты привязывались как, в общем-то, как, они почему-то производные? Потому что они производные от базового, так сказать, контракта. Ну, вот, допустим, я просто по рынку золота узнаю цифру, да, собственно говоря, за три дня на Комоксе оборачивается финансовое выражение столько золота, сколько за год производится в мире. Да. А отсюда, внимание, вопрос. То есть, что теперь определяет цену? Да, да, да. Ну, по нефти там ситуация, сперва, такая же. Где оно, это золото, да, в конечном? Вот, да, то есть, как бы, рынок, который был производный, он теперь претендует, в общем-то, на главенствующую роль. Отсюда та самая спекулятивная составляющая монетарная. Поэтому понятно, что в цене нефти вот эти вот монетарные вещи не есть. Вот то падение там, которое было там прошлой весной, там, в начале лета как раз сильное, было на фоне там коррекции на рынках, в том числе. То есть, это спекулянты выходили? Это не спрос предложения. Спрос предложения формирует некие там долгосрочные векторы и тренды, да. А вот в моменте, конечно, тут могут быть какие-то флуктуации довольно сильные. Что касается спроса предложения. Действительно, предложение растет, а спрос, в общем-то, падает. Почему падает спрос? Ну, смотрите, там, Америка не в лучшей форме, Европа вообще стагнирует. Китай, в общем-то, там растет, но траектории там роста, да, видимо, там уже не двухзначные будут, а однозначные. Что тоже становится ясно. Поэтому вот, как бы, сланцевая революция, то есть, тоже не стоит забывать. Это действительно, как бы, вещи, это прорывные технологии. Это действительно та штука, которая может существенно увеличить добычу нефти. Мы сейчас реально, потому что, допустим, там заявление о том, что наращивают. Саудовская Аравия вот еще тоже давно заявляет, что они там наращивают добычу нефти, а по сути они ничего не наращивают уже много лет. И уже там у многих вопрос, а могут ли они в принципе это делать? Потому что у них там больше половины добычи на одно месторождение приходится, которое, в общем-то, разрабатывают уже много десятков лет, и, в общем-то... И теоретически может иссякнуть просто. И дебет там может начать падать на скважинах, совершенно верно. Вот, ну, собственно говоря, вот, то есть, фундаментальный фактор сейчас, говорят, против нефти, но монетарный фактор, вот то самое, деньгопечатание, в первых, а дальше вот эта вот напряженность на Ближнем Востоке, которая уже больше года, да, длится. Ну, что, что Сирия? Ну, что, что там нет нефтепроводов и нету нефти? Это создает просто сентимент. Зато она близко, да? Это создает сентимент, это близко, да, вдруг там что-то произойдет по соседству. То есть вот эти две вещи, на мой взгляд, они как бы сейчас друг друга уравновешивают. Поэтому в целом, да, все очень похоже на то, что нефть действительно очень стабильна. Более того, уже те же страны ОПЕК там неоднократно заявляли, что для них там 100 долларов за баррель комфортный уровень. Если посмотреть там их, скажем, бюджета, да, то есть вот цифры там, при которых там, скажем, балансируют бюджет, они там тоже, грубо говоря, в районе 100 находятся. Новые там дорогие проекты по добыче нефти, тоже самые сланцевые, это, в общем, тоже они имеют там понятную и вменяемую окупаемость, только там при ценах ближе к 100. То есть вот, в принципе, ну вот мне сейчас скажут, что вот это где-то уровень 100, ну 100-110, понятно, здесь плюс-минус. Он как бы, ну, на 10 лет тяжело говорить, да, но сейчас он всем удобен. Видимо, вот, я, честно говоря, вот не верю там в сильный рост нефти, поэтому, значит, переходя к рублю, собственно говоря, посмотрите, на самом деле там за последние два года, скажем, динамика валютной корзины, она довольно неплохо коррелирует с динамикой просто стоимости там Урлс или Бренд. Вот, поэтому дальше еще один фактор, который вот может влиять там в тот или иной момент, это приток капитала, причем это не тот приток капитала, там, о котором говорил Алексей, там, наши фонды, это не тот приток капитала, о котором говорит там Минфин, не говоря о том, что у нас там оттоки миллиардные, это реальный приток капитала. Вот, реальный приток капитала в страну, то есть спрос, предложение, вот эти... Капитал, куда он идет, капитал? В реальный сектор или на фондовый рынок? То, что мы видим, укрепление рубля, на мой взгляд, вот, то, что было в конце прошлого года, в начале этого, оно тоже с этим связано. Леш, это интересно, мы сейчас еще новости послушаем, потом продолжим разговор. Уважаемые случаи, наш эфир продолжается на финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем ситуации на финансовых рынках, подводим итоги недели на российском рынке. В гостях, еще раз напомню, Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал» про Бизнес Банк, и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Леш, сейчас тебе слово, ты продолжишь, собственно, вещание по поводу рубля. Я, единственное, прерву тебя на секунду. Открылись американцы и показывают в моменте. Отрицательную динамику, 0,03% теряет Доу Джонс, столько же теряет СНП 500 и 1471, его текущая котировка, фьючер на него тоже в небольшом минусе. Ну и не знаю, насколько это уж показательно. Продолжай. Да, ну вот буквально там минуту закончить, да, то есть с нефтью мы определились, да, то есть у нас стабильно, потому что это всем удобно. И спекулянтам, и спросу, и предложения, и, в общем-то, основным игрокам. Значит, теперь рубль, да, и вот еще раз повторюсь, собственно говоря, динамика бивалютной корзины, она довольно хорошо коррелирует, ну, перевернутая корзина, там, особенно с ценой, там, нефти, бренд Уралс последние два года. Поэтому здесь там с точностью до, то есть как бы при прочих равных. Ну, по сути говоря, да, то есть откуда там вот спрос предложения валюты, это торговый баланс, но это, собственно говоря, вот и есть то, что вот прослеживается данная корреляция. А второй фактор, это вот действительно капитал, особенно спекулятивный, да, например, там связанный с рыночными факторами, какой-то резкий рост, приток там конвертации тех же долларов в рубли, то есть это может быть даже не западные игроки, а наши, которые переводят доллары в рубли, чтобы эти рубли там вложить там в акции, в облигации и так далее, да. Да, собственно говоря. И наоборот, вот эти вот моментные вещи, они просто могут там, скажем, вот то, что корреляция с нефтью, это такой более, там, скажем, среднесрочный тренд. А вот эти вот локальные там капитальные флуктуации, они просто там краткосрочно создают волатильность, да, белый шум. На этом, в общем-то. Ну, смотри, вот укрепление рубля даже конец года и... Смотрите, конец года, да, в общем-то, все началось, история эта началась еще, пожалуй, там, в конце 2011 года. Вот та ситуация, которая сейчас в нашей финансовой системе происходит, когда фактически, там, первым последним кредитором всей финансовой системы является ЦБ, который жестко держит ликвидность, ничего не лишнего не дает, а, в общем-то, все там операции, они с банками, в общем-то, краткосрочные, там, репол, амбарный список и так далее, да, все вот эти вещи. И никакой длинной ликвидности здесь нет. Как только там ставка начинает расти, там, ЦБ увеличивает объем репования, да, там, падает, там, соответственно, снижает. Банки, собственно говоря, это было в прошлом году уже на переход к разновогодней праздники, они запасались ликвидностью рублевой, там, если вы вспомните, в конце 2011 года, там, вообще, была такая депозитная гонка, месяца за два очень резко росли там ставки, там, банки предлагали новые продукты, новые короткие депозиты, да, там, где ставки были, там, на 2-3% выше, чем, допустим, были до этого. Вот, собственно говоря, в этом году, примерно, то же самое получилось. Во-первых, в конце года банки не стали, видимо, продавать рубли, вот, они, собственно говоря, решили их попридержать, ну, потому что там, мало ли чего, новогодние праздники, а ликвидность, в общем-то, она, как бы, есть, но ее, как бы, немного. И второй фактор, по-видимому, вот, посмотрите, что с начала года происходит, как бы, рынок акций хорошо, что происходит на рынке облигаций, особенно на рынке ОФЗ. Там же сумасшедшие покупки, откуда деньги? Вот, не исключено, что это, вот, второй импульс, да, то есть эти деньги как раз придерживались, и с начала года они были запущены в облигации, ну, в частности, в ОФЗ, например, там, более яркий пример. Вот, есть ряд бумаг, которые, там, феноменально выросли, буквально за первые две сессии торговые. Это тоже, вот, тоже спекулятивный капитал. Это пока, на мой взгляд, как бы, работает в пользу рубля, то есть рубль крепкий, рубль, там, от 32-33, там, сильно не уходит, да, то есть чуть-чуть и назад возвращается. По корзине ты имеешь это? Да, собственно говоря. Нет, я сейчас говорю 30.2-30.3 к доллару, да. А, все, тогда, да. Ну, учитывая, там, что курс доллара к евро тоже, там, более-менее стабильный, да, то есть и корзине, там, колебаний сильных особенно нет. Вот, поэтому, в принципе, в принципе, при такой нефти, которая сейчас, на мой взгляд, курс рубля, он завышен. Ну, просто, опять-таки, посмотрите, ретроспективно за последние два года, да, там, сколько, где была корзина, там, при таких ценах, то есть там не 3.4, это было 35-36, скорее, там, более естественный диапазон. То есть, на мой взгляд, просто вот это вот локальный, а, опять-таки, локальный это поток капитала, или, допустим, мы сейчас увидим какой-то там внятный рост на рынках, и тогда, опять-таки, поскольку, ну, понятно, что здесь уже на российском рынке уже, по-моему, убежали все, кто мог, то есть это может вызвать новую волну притока капитала, тогда действительно рубль пойдет ниже. Ниже 30 уже, да? Да, при такой, как бы... Доллар, доллар ниже пойдет. Доллар пойдет ниже, да, рубль пойдет выше, да. Пара, доллар, рубль, ну, понятно. Да, понятно, о чем речь, но, вот, опять-таки, да, там, при такой нефти, я не знаю, там, 24 не будет, и 25 рубля за доллар, вот, в принципе, какие-то движения, но, в целом, да, допустим, погода, я думаю, что все изменится, то есть то, что мы сейчас видим с капиталом, это вещь локальная, вот, если мы говорим о том, что нефть более-менее стабильна, как бы, как мне видится, да, то есть еще мы, я думаю, в этом году, там, 33-34 можем увидеть легко. Я понял. Есть еще один вопрос, давай послушаем Дениса. Денис, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, Денис, Москва. Господа, вот, хотел бы поднять такой вопрос, у нас, в общем-то, достаточно, ну, особенно сейчас, вот, сетуют, ну, скажем так, на отсутствие каких-то качественных инвестиционных идей на рынке. А вот могли бы вы, опять, высказать свои суждения по поводу, вот, медийного сегмента, да, на фондовом рынке или вообще на, там, на рынке финансовых инструментов. Вот, смотрите, допустим, там, Газпром-медиа, да, это наше национальное достояние, да, или, ну, возьмем Газпром-медиа, там, или Первый канал, да, это стабильный кэшфлоу. То есть, я так понимаю, что емкость рекламного рынка на федеральных телеканалах порядка, ну, где-то в диапазоне 60-100 триллионов рублей, я повторяю, 60-100 триллионов рублей в год, да. То есть, вот, представься, да, вот, опять, мы сетуем, да, на отсутствие инвестиционных идей, а ведь, в принципе, можно было бы конвертировать часть этих потоков, да, этого кэшфлоу, ну, условно говоря, 10 процентов, ну, конвертировать, допустим, какие-то торгуемые финансовые инструменты, там, ну, условно говоря, да, я сейчас, так сказать, импровизирую, там, в облигации с доходностью, там, в диапазоне от 15 до 25 процентов, да, эти облигации мог бы купить какой-то фонд, я не знаю, там, ветеранов, там, подводного флота, да, или, ну, неважно, да, то есть, это могло бы быть запущено в работу и конвертировано, так сказать, в доступный широкому кругу инвестиционный. — Подождите, я немножко не понял, извините, вы хотите, чтобы Гастром Медиа выпустил облигации с доходностью 15-20 процентов? — Ну, я не говорю, а, там, ну, допустим, да, я говорю о том, что, в принципе, это очень стабильные финансовые потоки, да, можно было бы конвертировать часть, находящиеся в частном владении компанией, да, то есть, допустим, да, конвертировать 10 процентов кэшфлоу в финансовые инструменты, обращающиеся на рынки, это может быть и IPO, теоретически, да, то есть, вот, такая ситуация. — Спасибо, Денис, спасибо. — Я вот только не очень понял последнюю ремарку относительно частных компаний. — Ну, я думаю, что речь идет о том, об ограниченном числе интересных финансовых инструментов, действительно. — Ну, начал Денис, я так понимаю, с отсутствия идей, да, вот он предлагает идеи, потому что там есть некие финансовые потоки. — Я думаю, что он и хотел сказать, что не так много финансовых инструментов, но я думаю, что речь идет все-таки больше об акциях, потому что, в общем, насколько я думаю, облигаций все же достаточно, да, действительно, да, неплохо было бы хотя бы еще там, не знаю, десяток эмитентов, пусть даже не таких. — У нас медийных компаний, в принципе, да, на рынке не представлено, вот, если они... — Нет, ну, есть представлены, конечно, там, О2ТВ и так далее, то есть, есть акции РБК, то есть, ну, я согласен, что все это не расторговано, то есть, да, можно провести размещение, расторговать, но, я думаю, скорее речь идет не о выпуске облигаций, да, а действительно о размещении. — Ну, IPO, видишь, я заговорил об этом. — IPO, да, согласен, с этим трудно не согласиться, то есть, имея, так сказать, такую восьмичасовую торговую сессию, а торговать-то особо и нечем. — Да, да. — Вот, но что касается вот рынка облигаций, да, то есть, нужно посмотреть, если мы посмотрим на Штаты, конечно, хорошо, когда там каждый муниципалитет, да, выпускает свои бумаги, но здесь палка о двух концах, да, и дефолты могут быть локальны, и об этом говорили, вот, и в прошлом году. Поэтому вот с облигациями здесь все-таки это долговой инструмент, и, как бы, степень ответственности эмитента выступает заемщиком, то есть, и степень его ответственности выше, то есть, вы как кредитор, да, в отличие, так сказать, от акционера, например, обыкновенных акций, в частности, да, если привилегированных мы не выпускаем, вы стоите выше в ранге кредиторов, поэтому облигации выпускать не всегда выгодно. То есть, если у вас действительно не хватает капитала, то, да, как бы... — Ну, это сейчас с точки зрения эмитента, правильно? То есть, вот зачем тому же, пусть будет, Денис уж его упомянул, тому же «Газпром-медиум», зачем ему идти вообще на фондовый рынок? Занимать там деньги? — Занимать под 15-20%. — 15%, зачем ему это нужно? — Проще 5% кэшфлоп? — Конечно, конечно, если у него такие потоки, Денис сам же говорит, там... — Другое дело, другое дело, что то, что наши многие компании, они представлены на бирже, да, и, так сказать, рассчитать рыночную капитализацию не так-то просто, это нехорошо. Если вдруг эмитент захочет делать какой-то масштабный проект и вот занять деньги, например, у какого-то серьезного синдиката, да, за рубежом, и не будет при этом иметь рыночных котировок, я думаю, что это будет сделать гораздо сложнее. — Ну, это уже мы говорим о специфике все-таки некой российской экономики, введения изъезда. — Я считаю, что речь идет о том, что недостаток действительно интересных инструментов, мало сегментов, малая сегментация, да, то есть действительно отдельно IT-сегмент, что был представлен, отдельно медиа-сегмент. Пожалуйста, и можно какие-то делать уже фонды, да, и венчурные, как-то рисковать. — По понятным причинам, да, невозможно сделать прозрачным то, что невозможно сделать прозрачным. — Если честно, мне кажется, что не до конца пока в этой области, не все шаги, скажем так, предприняты, и в том числе финансовыми властями на пути. То есть об этом много говорится, да, вот мы там центр финансовый создаем, а у нас инструментов элементарно мало торгуется. — Ну, значит, поживем и увидим. — Да, но это нельзя сделать в один момент, да, этот процесс, понятно, долгосрочный, и, в общем-то, здесь необходим целый комплекс мер, там, ну, грубо говоря, там, тех же, там, упрощение правил листинга, там, чем сейчас биржа занимается. — Совершенно верно. — Да, в общем-то, нормализация, там, ситуация, скажем, экономики. — Второй год уже обещают западные акции допустить. Вот в этом году теперь обещают, посмотрим. — Вот, а что касается медийного сектора, тоже там буквально два слова, да, вы посмотрите, там, на тот же набор активов медийных, которые есть на рынке, ну, там, в общем-то, честно говоря, ничего интересного-то по большому счету и нету, да. Пик, в общем-то, рекламного бума, он, по-моему, тоже прошел на том же телевидении, да, ну, просто можете посмотреть, там, на финансовые показатели СТС. Медиа — это, ну, единственное, там, ну, не единственное, ну, там, скажем, там, самый транспарентный, там, из торгуемых, там, ТВ, медийных компаний, да. Поэтому, как бы, там, все остальные компании, они, там, обремены, там, своими существенными, там, специфическими проблемами, там, тот же РБК, там, долгами и так далее. Поэтому, да, здесь не с точки зрения что-то акционерам получить, да, вот дивиденды и так далее, а скорее спекулянтам поиграть. То есть, это надо иметь в виду, что бумаги будут гораздо более высоко рискованными. Да, хорошо, когда они добавятся, но это, скорее, все-таки спекулянтам бы интереснее будет. Поэтому, если бы, допустим, «Газпром» в медиахолдинге решил разместиться, там, IPO, я думаю, что интерес бы был. Но, опять-таки, это же не к нам вопрос. Мы бы с радостью рассмотрели, там, сказать, возможность поучаствовать в этом деле во всем. Но вот должны акционеры решать этот вопрос. Именно ему, да, «Газпром» и «Газпрому», да, «Газпром» и «Медиа», видимо, ребятам это, в общем-то, неинтересно. Они так способны привлекаться, чем под 5-7% там, наверное. Просто создать некую, да, условно, атмосферу, сказать, что у нас финансовый центр, и мы пойдем сейчас тоже на, ну, видимо, это не совсем такая патриотичная история. Каждый смотрит свой кошелек, прежде всего. Это нормально. Давайте дальше будем рассуждать по поводу... Да, вот, Леша как раз подбросил мне мячик по поводу бегства капитала или притока капитала. Интересно, интереса для иностранного инвестора наших площадок, евроклири, давайте два слова скажем. Да, забыли сказать, то есть вот почему Алексей совершенно справедливо сказал, что рост ОФЗ, с чем это связано, тоже отодвигали, обещали в декабре уже принять. Сейчас говорят, что в течение первого квартала 2013 года окончательно вступим в эту замечательную систему, может быть, даже в январе. Ну, вот, как бы, в связи с этим определенное ролирование даже такое на рынке гособлигаций, в том числе. То есть доходность по гособлигациям уже на такие неприлично низкие уровни выходит, да, там, на длинном конце доходность уже, так сказать, и ниже ставки рефинансирования, и уже там на грани, так сказать, инфляции она находится, да, то есть практически, на мой взгляд, она практически равна инфляции или даже ниже. То есть это, в принципе, на каком-то среднесрочном периоде может привести к перетоку часть средств более, там, на эквити рынок более рискован. На что мы тут, собственно говоря, и надеемся. Вот, вот, да, я тоже. В какой-то момент, да, то есть планка может доходности выйти на столько... Не, ну, безусловно, конечно, то есть рублевые там доходности, они интересны там по определенной доходности. Они не интересны по любой доходности, чтобы понятно. Я согласен. Спасибо. Значит, мы сейчас еще раз слушаем новости и потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Осталось последние 12 минут. Нам еще надо поговорить о многом и, собственно, ответить на вопросы. Если они будут, уважаемые слушатели, звоните 6510996, пишите финам.фм, спрашивайте, делитесь собственными мнениями, подводим финансовые итоги на российских площадках, ну и за рубежом, естественно, присматриваем. Еще раз напомню, американцы торгуются, торгуются сейчас практически в нейтральной территории, СИПи стоит на месте, 1470, вот он так, как замер там. Итак, возвращаемся. Вот, Леш, если можно, еще раз давай об этом. Интерес, ну, один из интересов, да, к российскому долговому рынку вызван тем, что вот упрощается, да, система доступа, способ доступа иностранного инвестора на этот самый рынок, да, система Евроклир, она еще не работает, но вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И, как всегда, впереди паровоза, да, все пытаются занять низкие статы. То есть, произвести операцию carry trade, дешевые доллары занять, получить дешевые доллары, проконвертировать, заработать в рублях, отконвертировать назад, может быть, с хеджем как-то, ну и вот, собственно, вот так, вот и все. Ну, это нормально, но, тем не менее, вот Леш говорит, да, доходность, она интересна только, когда она доходность, а когда подобный спрос, да, доходности просто к плинтусу прибивает, то в какой-то момент оно будет неинтересно. То поначалу ажиотажный спрос, потом, естественно, спадет. Вы, кстати, посмотрите, там, ралли-то просто, вот тут две сессии, там, по некоторым ОФЗ, там, были очень показательные в этом году. Вообще, если представить на картинку, там, рост, где-то начался уже во второй половине прошлого года. В принципе, там, в ряд, там, процентов по 15 облигаций дают. То есть, это... То есть, это уже на слухах, да, я так понимаю? На ожиданиях, конечно, потому что уже сам умный заходит потом, чтобы, когда вступает в год глупые иностранцы, им все это отдать. Они же должны будут что-то купить. За прошлый год трейдеры, работающие с облигационными портфелями, хорошо заработали на так называемой текущей доходности. То есть, вошел, зафиксировался в конце года или сейчас вот еще, как бы, держат позиции. То есть, текущая доходность от владения очень интересна. Акции, собственно, на акциях было достаточно тяжело заработать. То есть, буквально, так сказать, пропустил момент для фиксации и уже, так сказать, прибыль превращалась в убыток, либо обнулялась. А по облигациям, да, вот, был такой, как бы, микро, может быть, ну, не микро-ролли. Ну, в общем, роллирование было, действительно. И понятно, что в этом году уже такой фокус по облигациям не получится. Вот, вот, вот. Скорее, чуть-чуть, может, наоборот. Тоже самое, откат убрать, чуть-чуть прибыли, там, купонный, грубо говоря. Хотя, конечно, есть надежда, наверное, у тех вот операторов, кто работает именно в основном на рынке фикс-инком, что, так сказать, волна с рынка госбумаг может перекинуться на корпоративный сектор. Но просто риски корпоративного сектора, они намного выше. И там не все так просто с эмитентами. Поэтому может так случиться, что, если же кто-то будет переток из госбумаг, например, в акции надежных эмитентов, да, там, где государство, крупный акционер, где государство следит за дивидендной политикой, где есть интересные дивидендные истории, а дивидендная доходность, по которым, например, от, там, прогнозируемая, скажем так, между, там, 5 и, там, 8-10 процентами, которые уже, в общем-то, превышают доходность на длинном конце тех же самых ОФЗ. Ну, я, собственно, к этому и ввел, что в какой-то момент вот этот самый вожделенный капитал может обратиться и на рынок акций Российской Федерации, да. В этом случае, вот, давайте более детально, если это возможно, на что будут смотреть зарубежные коллеги? Ну, им, как говорится, виднее. Давайте, наверное, упомянем опять такую замечательную бумагу, как Норильский никель, да, по которой оздоровление идет вот последние уже несколько торговых недель в ожидании высоких дивидендов. И на фоне того, что, якобы, так сказать, дивидендный план утвержден, что за 12-й год будет выплачено, на дивиденды потрачено минимум 3 миллиарда долларов, плюс, возможно, еще некие промежуточные дивиденды при продаже непрофильных активов компаний. Значит, при погашении казначейских бумаг можем получить дивидендную доходность вот выше 8 процентов по текущей цене, да. Вот, если сейчас просто купить, там, по цене, там, 5,950 и получить примерно, там, 480 рублей на акцию. Если будут погашены казначейские бумаги, акции меньше, фрифлот, уменьшается количество акций в обращении, значит, на одну бумагу приходится больше дивидендов. На фоне этого рост. Есть мнение скептическое, вот, я слышал, что бумага торгуется с премией относительно западных аналогов. Вот, специально сегодня с аналитиками своими проверили мы по Блумбергу, по крайней мере, это выборка, которая есть, да, вот, по показателям известный такой прайс на Ионикс. Да, то есть текущая цена на доход на бумагу. Не видно этого. Не видно, чтобы какая-то была переоцененность особая. И была какая-то большая премия для того, чтобы бумагу можно было назад сбросить, продисконтировать. Нет, пока там все нормально. С технической точки зрения, да, сейчас вот нужно следить. Если будет обновление предыдущего максимума, вчерашнего, там, выше 6 тысяч бумага пройдет, то переходит в диапазон между 6 и 7 тысячами рублей. 6 тысяч это Fibonacci 38,2, снизу вверх мы идем. Не бог весь что, то есть потенциал к росту еще есть, да, то есть практически еще там 500 тысяч рублей как минимум даже для, так сказать, осторожных инвесторов, в принципе, можно заходить. И вот прикидывать в уме эту дивидендную доходность. Ну, будет она там снижаться, может она снизиться там с 8,5 до там, не знаю, там 7,5-7, да, можно прикинуть, какая должна быть цена по бумаге, там, деляя там 480 на X и получая 7%. Вот можете посчитать. А дальше, конечно, вот, норильский никель, потом еще раз. Я могу еще две копейки про норильский никель по поводу того, что он там переоценен. Я могу сказать, назвать там бумагу всем известную, которая сильно недооценена уже много лет, Казпром, но так это ей не помогает расти. Возьмите Новотек, который переоценен не только к западным аналогам, и к нам, и переоценен очень сильно мультипликатором. Это не мешает ему хорошо себя чувствовать. Будет замечательной компанией. Нет, просто есть такое мнение, да, вот, если я посмотрел, вот, у нас, как бы, с моими коллегами-аналитиками не получается. То есть, мы считаем, что, по крайней мере, из той статистики, которую дает Bloomberg, да, она, как бы, доступна всем. Понятно, что есть какие-то еще отдельные ресерчи, у каждого своего дома есть свой подход. Но пока вот так вот ясно, чтобы сказать, да, вот, бумага переоценена по сравнительному анализу. Нет, не получается, это нормально все пока там. Ну, то есть, анализ не работает, или у нас... Ну, на таком рынке анализ, как бы. Наверное, не особо. Модели, я вот, да, чуть-чуть попозже могу просто привести примеры довольно быстро, да, вот, опять же, тот консенсус. Bloomberg свой расчет дает, дивиденды сургутапрев, он считает, что будет 2 рубля 10 копеек. Российские аналитики в среднем считают, что рубль 70, а отдельные дома уже дают и всего-навсего рубль 30 и рубль 46. Вот можете себе табличку такую составлять, а это разброса нет, а между 17 рублями сейчас вот стоит 20 с половиной. Мы с коллегами дискутируем уже вот буквально последние 2-3 дня по этому поводу. Нет, ну тут однозначно, 2,10 не будет, у них в прошлом году было 2,15, а не за четвертый квадрат. А Bloomberg, да, но Bloomberg, вот Bloomberg по собственной модели, я вот зашел в новом году и поставили тоже, мне тоже это удивительно. А что за модель? Я не знаю, у них есть собственная модель, они сами просчитывают эмитентов. Ну, в общем, понятно, что модель, она сложности не отличается наверняка. Не знаю. Умножить, поделить, прибавить максимум. Как они могут такой объем информации обрабатывать? Здесь скорее какой-нибудь адекватный свежий консенсус, более, в общем-то, скажем так, удобоваримый, ближе к реальности, чем какие-то эти бумберговские расчеты. То есть я просто недавно сталкивался с интересной вещью, как они пик считают, например, по индексам. Ну, поживем и увидим. А вообще колоссально получается, что, допустим, пи по расчетам Bloomberg, он получается ниже всех консенсусов, к примеру. То есть он, допустим, там реально 5-6, а Bloomberg дает, что он 4. У него своя формула какая-то, да? А черт его знает. Просто фишка, как говорится, в том, но, к сожалению, не мы, не наш расчет там фигурирует. Именно когда мы набираем в описании бумаги, в дескрипшене, там, в разделе дивиденды, сначала стоит их собственный прогноз. А уже потом, да, чуть правее, там, estimate, ожидание, там, беста российских аналитиков и так далее. К сожалению, вот. Может, это, конечно, и нехорошо. Наверняка есть. То есть я говорю, с дивидендами не все так просто, да? И вот у нас лучшая дивидендная история. Значит, отвалилась у нас ТНК-БП, ну, в принципе, башнефть, башнефть, МТС, чуть скромнее, Ростелеком, Газпром, Роснефть, Лукоил. Татнефть. Татнефть, да. Высокодивидендные остались, вот, значит, у нас получается при этой гипотезе Норникель, Татнефть получается из ликвидных, высокодивидендные. Башнефть относительно высоко, МТС. Ну, Сургут-Прев вот под вопросом, как бы. Ну, даже, в общем-то, скорее всего, Сургут-Прев сейчас доходность дивидендной сравнимой с Норникельным, там, процент 80 копейки. Да, да, вот сейчас оно, да. Но по ликвидности бумаги-то несопоставимо. Несопоставимо, да. То есть если мы возьмем гипотезу, рубль 70 или рубль 76 по Сургут-Прев поделим на 20,5, у нас получается чуть больше 8, так же, как Норникель. Там, 480 поделить на 5,950. Вот, но в Норникеле там реально сайза, как бы. Да, и в Лондоне, как бы, торговля есть. Почему я и говорю. То есть это очень хорошо, что когда по... Дело даже не то в конфликте акционеров. Это одна из старейших бумаг, которая торгуется, да, там, с момента, как бы, начала торгов, там, на фондовой секции ММВБ. Поэтому это просто прекрасно, когда все устаканилось и появился инструмент, действительно, вот то, о чем мы говорили, то, о чем говорил радиослушатель. Туда можно реально закачать сайз. Реально закачать сайз. Я уже, там, грубо говоря, где-то начиная с начала, может быть, там, середины прошлого года, в принципе, глобально по миру, очень большой спрос, как раз на такие бумаги, а-ля Норникель Дойной коровы, которые стабильно имеют кэшфлоу, платят хорошие дивиденды и доходности. Да, и портфолио менеджера западные уже, как бы, говорили, что... Собирают их уже давно. Классический такой вариант, да? Классический такой вариант, да. В чем там хуже, чем какой-нибудь там Дойч Телеком? Все то же самое. Ну, я так понимаю, что вот перечень таких, да, классических. Ну, быстро-быстро постарались накидать, да, понимаете, как сейчас нам, конечно, радиослушатели, спекулянты скажут, а, что вы там несете, там, есть такие бумаги, как там, Акрон, Аэрофлот, Русгидро, там, понятно, что энергетика может стрельнуть на 50%. Да, окей, значит, в зависимости от... Но, но в любую сторону. Нет, я думаю, я думаю, на самом деле, я не хочу сейчас оценивать вероятность, я думаю, что сейчас вот такие сектора, как металлургия, там, энергетика лежит на дне, да, и больше вероятность вверх, но дело не в этом. Просто, если у вас money management, если портфель достаточно большой, вы можете, как бы, сформировать небольшой такой секторочек у себя, да, из этих бумаг, там, Русгидро, там, положить ФСК, там, МРСК какой-то и так далее, да, но когда будет большая волатильность, то есть не весь портфель, да, и готовьтесь к большой волатильности, и не факт, что выстрелят именно тогда, когда вам нужно, то есть это нужно отдавать себе отчет, потому что мы всегда говорим, мы хотим заработать, или вот даже уважаемые коллеги, там, аналитики, ведущие вот на, так сказать, сайте Финамо, уважаю многих, интересные идеи, на этом можно заработать, но не только заработать, да, на этом можно и потерять, поэтому формируя портфель из этих бумаг, не нужно об этом забывать, дай бог заработать всем, но не забываем про риски, не забываем их контролировать. Ну, Ланг, ты так говоришь, о рисках ничего не упоминают, да, уважаемые аналитики, на сайте. Ну, я вот как-то, вот, нет, я вот как-то больше слушаю о том, что вот на этом можно заработать, это хорошо, как бы, да, но просто и люди, когда слушают, у нас просто так устроено, что наш российский человек, что он как бы увлекается, и уже в этом заработке, уже летит ракета вверх, как бы. Да, получается, что это некая замануха, да на этом можно заработать. Еще не заработали, он уже в кармане у себя 40%, уже посчитал, куда потратить. Вот, вот, это нормально. Так, друзья мои, время, к сожалению, смотрите, боже мой, минута осталась, о чем мы успеем сейчас поговорить под занавес. Ну, об идеях более-менее, идеи мы озвучили, про золото, кстати, золото проливают сейчас вниз, и так достаточно активно. Мы начинали, было 1675 практически, а сейчас 1658, вон что, такая. Ну, вот, западные дома, аналитики, те, кто анализирует золото, пишут о том, что, как говорится, attention, и будьте внимательны, при прохождении сверху вниз, вот диапазона там, сверху вниз 1650-1620, может быть, могут пойти стопы ликвидации позиций, да, и мы просто увидим, что золото всего-навсего такой же актив, который подвержен и коррекции, и технической, поэтому, так сказать, свои защитные функции, да, как бы, когда все очень плохо, может быть, и проявляют. Но там уже столько спекулянтов сидит, что могут тоже вытряхнуть, и защитные функции тут будут ни при чем. Ну, Леша говорил об этом, да, что вы сейчас уже золото, это не золото. Ну, либо на защитные функции, надо просто стоять на более длинном горизонте. Да, да, на более длинном. 10 лет там и так далее, и даже в прошлом году он там на 6% снова выросло там, насколько. Но при этом, да, если возможны вот эти, да, волатильные просадки, их надо выдержать, да, чтобы, не дай бог. Волатильные просадки уже сейчас, без них куда. Без них никуда уже. Я благодарю вас, уважаемые коллеги. Напомню, сегодня в студии Алексей Труняев, начальник отдела брокерской операции Life Capital Pro Business Bank, и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Мы подвели, замечательно, мне понравилось, мы подвели итоги недели на российском фондовом рынке. Мы поговорили о ситуации на нових финансовых площадках, ну и посмотрели вперед. Поэтому, уважаемые слушатели, смотрите вперед, смотрите с оптимизмом успехов на рынке. Всего хорошего. До свидания.